А на какую тему вы ведёте беседу? Вы прям поёте, а не говорите. Мы сами бы к вам подошли, если бы к нам не подошли. Серьёзно? Сейчас я задаю кому-то из вас пять вопросов. Отвечаете правильно, получаете немножко бабосов. Это Энтони Хопкинс. Что произошло на Чудском озере в 1242 году? Это что? Я вообще не понимаю вопрос. Можно конструктивность? Не говори. Андрюха, о, как красиво всё. Можно глаголить истину? Снять капюшончик, как ты думаешь? Если бы у дзявка одену, всех я вас приветствую, дорогие, любимые, хорошие, добрые, приятные люди, подписчики, кто подписан на канал. Те, кто первый раз увидел моё какое лицо. Обычное лицо. Меня зовут Джека. Это канал Негодяй ТВ. И вы смотрите весёлую, харизматичную, добрую, умную. Кстати, меня снимает Андрей. Андрюха, покажи себя всем. Давай вместе. Это Андрей. Здорово всем. Андрей, Андрей Туромша. Вот его инстаграм. Самый востребованный оператор среди блогеров. И Андрюха снимает меня. Ссылка на его каналы и инстаграм будет в описании. Всё? Я правильно всё сделал? Чётко, чётко. Теперь передадим динамики, идём на меня, поехали. На тебя, да? Идём на тебя. Видите, как всё профессионально. Картинка улётная. Я хожу по городу Санкт-Петербургу, знакомлюсь с людьми. Как-то я сейчас с людьми сказал, да? С людьми. Знакомлюсь с... Сейчас, подожди, надо поработать с мимикой. Каждый раз, когда надо что-то говорить, вот это моя ошибка. Пойдём... Так... Не-не-не-не... Чтобы чёткая речь была. Дикция. Словарный запас невелик. Да, нынче. Мало читать книг начал я. Начал я. Стал читать... Видите, даже двух слов связать не могу. Почему? Потому что надо больше читать книг. Вот я не читаю книги. Посмотрите на меня во рту, как... Как что? Как то. Видите, в башке полный нулёчек. Главное зацепить кого-то, с кем-то начать диалог. Ха-ха-ха. Хихоньки да хахоньки. Мухоньки да ляхоньки. А потом я задаю человеку пять вопросов. Отвечает он на них. Получает немножко бабосов. Есть такая приколюха вот в этом шоу, которое называется «Вопросы за бабосы». Ну, давайте начнём. Вот идёт прекрасная пара. Смотрим, как сейчас я с ними найду контакт быстренько. Здравствуйте, уважаемые друзья. Давайте пообщаемся на камеру в ютубе. Там все дела. Неохота, да? О! Здравствуйте! Не молодой человек. О! Видите, какая красивая девушка. Здравствуйте! 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 Девушка умная, красивая, добрая, симпатичная. Счастливая. Да, всё не тут-то было. О! Идёт ещё одна пара. Прекрасная пара. Как хорошо! Сегодня день пар какой-то... А, скоро же день этих самых. 14 февраля. Тем более. Здравствуйте! Чудесная, прекрасная пара. Как хочется с вами немножко потрепаться на скрытую камеру. А как вам? Что? Охота? Давайте. Давайте, да, конечно. О, как здорово! А когда это потом будет, представляете? Это куда только мы не выкладываем. Господи! И в YouTube, и в TikTok, и в Яндекс.Дзен. Что там ещё есть? Порнохаб. Да ну, бросьтесь. Это если затянется. Вижу, вам понравился его прикольщик, да? Да, у вас хороший оператор. Его зовут как? Оператор. На какое имя он похож? На Андрея. Всё верно. Итак, Андрюха, да, его зовут Андрей. Ребята, вообще как настроение, расскажите? Отлично. Замечательно. Вы женатая пара? Нет, мы друзья. Да. Давно дружите? Полтора года, получается. Полтора года, да? И ни разу не целовались? Нет. Нет. У тебя есть парень? Да. А у тебя есть... Я? Да. О чём вообще сейчас вы разговариваете, если не секрет? Про бывших рассказывай. Про бывших, да? Про бывших? Да. Что там твоя бывшая? Ой, замечательно, на самом деле. Всего хорошего, люблю. Нет, так отлично, молодец была, правильно всё сделала. Решила нормально жить. Нашла себе нормального мужика. И я пока... На Гелендвагене. Я надеюсь... Я устала с ним гулять! Да, надеюсь, она с ним это... У него имущество заберёт, а потом ко мне вернётся. Ну, так ведь... Как зовут её? Лида. Лидусь? Да. Мы всё помним, мы всё знаем. Не забывай. Кого? Илью. Илюху не забывай. Помимо того, что охота потрепаться, есть ещё и прикольный прикол. Называется он шоу «Вопросы за бабосы». Сейчас я задаю кому-то из вас пять вопросов. Отвечаете правильно, получаете немножко бабосов. Ну, можно попробовать, да. Илюха, давай ты. Давайте. У тебя будет одна такая подсказка, это помощь... Друга. А как другу-то зовут? Я Сара. Как? Сара. Сара? Нет, там Сейра была. На-на-на-на-на-на-на. Тра-та-та-ти-та-та. Откуда такое красивое имя? Мама придумала. Да? Да. Илюха, Сара? Да. Ну, Илья не подходит вообще к Саре, да? Вообще никак. А как твоего ковбой зовут? Данил. Данил и Сара. Хорошо. Лучше бы, конечно, Конор, да? Какой Конор? В Терминаторе как Конор. Терминатор был... А, Конор. А, да, этот Конор. Сара Конор. Подожди, а Конор был тот парень, который приехал из будущего? А, хорошо бы знать. Я все забыл, все забыл. Вырежем всю эту длину про Терминатор. Сколько тебе годуликов? Мне, а вот, 21. Сара, сейчас ты не подсказываешь, ты будешь подсказывать только тогда, когда на то будет воля... Божья? Конора. А, договорились. Первый вопрос. У лукоморья дуб зеленый? Золотая цепь над дымом бетон. И днем, и ночью кот ученый ходит по цепи кругом. Дай мне много. Не такой текст, не точный. Все верно. Спасибо. Главное верить. Да. Зачем верить? У тебя все есть. Все данные. Спасибо. Вопрос номер второй. Подожди. Слово такое поганое. Постин... Подожди. Постинтокс... Сука, подожди. А, матом. А, сука, это мат? Сейчас же матом нельзя ругаться, представляешь? Закон с первого февраля. А вы на ютубе? На ютубе. На ютубе. Ютубе, да, да. Сука, это не мат. Постинтоксикационное состояние вследствие злоупотребления алкоголем и другими спецэффектами, сопровождающие неприятными физиологическими и психологическими эффектами. Это отходняк называется так. А, это похмелье. Есть такое слово. Похмелье. Пожалуй, остановились на похмелье. Пожалуй, ты на похмелье становишься. Да, но... Было похмелье в воскресенье в этом? Нет, я за здоровый образ жизни. Не пьешь синячку вообще? Ну, нет. Привет родителям. Родители не знают, что ты иногда все-таки... Иногда я... В жало в одно сидишь, думаешь... Сора! Бышь... Ладно. Да, я иногда беру, говорю, кефир можно побольше процентов. Ну, понимаете. Никто не смеется. Никто не смеется. Еще про квас скажешь. Про квас? Ну, квас, нет. Квас это для взрослых. Все верно. На похмелье. Третий вопрос. Музыкальный. Я уйду и не вернусь. Я уйду, а ты не жди. Я уйду и не дождусь, Когда кончатся дожди. И ничего не говори. Это жжет огонь внутри. Ты в глаза мне не смотри, Ничего не говори. Кто поет? Да, резко мы от веселья перешли. Но сейчас. Конечно, я понимаю. Тебе 21 год. Эта песня была не хитом в твои младенческие годы, А в мои, Иван Дрюхина. Да. Было дело? Конечно. Подсказка? Я тоже не знаю. Но мне не хочется расставаться с вами, Поэтому сейчас придется вам бешено подсказывать. Это название этой группы. Ты думаешь? Давай позвоним кому-нибудь. Муми тролль. Позвони маме. Маме или отцу. Они по-любому знают. Может, я могу кого-нибудь другу старому? Кому-нибудь взрослому звонить. Звони взрослому. Сейчас посмотрю. Шапку бы надел. Не моя миссия. Я уже сам. Вот только начали съемку, Меня уже потряхивают. Кольцо на ней оден. Вот, это тоже должен знать. Как звать? Даня. Ну-ка, по фотографии ему лет 16. Ну, это тогда и была фотография. Понятно. Ты понял, да, что он звонит ее парня? Да? Да. На громкую. Алло. Где динамик? Вот здесь у динамик. Даня, здорово. Это Жека. Сейчас Илюха участвует в шоу-программе «Вопросы за бабосы». Ему достался музыкальный вопрос. Ты должен поддержать товарища и сказать, что за группа эта поет. Ты готов? Можно Илюху услышать еще раз? Да, это Илюха. Все нормально. Мне телефон не украли. Все хорошо. Господи. Недоверчивый Даниэль. Так, все. У нас мало времени. Поехали. Я уйду и не дождусь. Я уйду, а ты вернись. Что за песня? Когда кончатся дожди, что-то там такое было. И ничего не говори. Кто поет, братишка? Это Жот Огонь Любви. Так, я группу не помню. Первое слово – рок. Давай, брат, там должен вспомнить. Как? Рок, 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 рок-н-ролл, рок. Не знаю, не знаю. Ни того возраста музыка. Щенок, сколько ему лет? А вот как мне, получается, 21. Спасибо, Даня. Спасибо. Без чай. Давай, чай. Не могу. Ты понял первое – рок. Рок. Рок и… Ну ладно, подсказки. Рок и… Подскажи, пожалуйста. Я, честно говоря, сам не помню, как называется группа. По-английски никто не поймёт. Нет. Как по-английски тогда вот это… Не перевести же. Как, 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 как. Не помню, что там за слово. Есть материки, а есть что? Есть континенты. Такие маленькие, маленькие такие. Такие острова. Поэтому группа называется… Рок Острова. Я не мог не подсказать Ильюхе. Меня порой хейтят за то, что, Женя, ты ведёшь себя как-то странно. Порой ты людей вытягиваешь, порой ты засаживаешь. Засаживайся. Да, есть такой горешок. Сейчас Ильюху хотелось подтянуть. Поехали. Вуй. Что такое вуй? Третья, а, четвёртая… Четвёртая проблема. Вуй. Вуй – это… Ладно, я не буду тебя мучить. Всё в порядке. Есть варианты ответов. Итак, номер ван вариант. Вуй – это пенис егеря. Пенис же я могу говорить? Да. Второй вариант – ветерок. Вуй – ветерок. Третий вариант – брат матери. Четвёртый вариант – сарай. Я голосую за то, что это ветерок. Короче, прикинь. Волк, зебра и хомяк решили поехать в Японию. Волк говорит, ребята, короче, пора валить нахрен отсюда, поедим в Японию. Но я вот так подумал, в Японии моя кликуха будет вуй. Ну, вуй. Чётко. Зебра говорит, нормально, говорит. Тогда моя зуй, говорит, будет. Хомяк смотрит на них и думает, ребята, не поеду я нахрен в вашу Японию. Какой ответ? Это ветерок. Я за ветерок. Ты за ветерок. Там есть сарай, там есть пенис егеря, там есть брат матери. Брат матери вуй. Это слово, оно русское, старое. Русь, Русь, Мусь. И вы что-то так называли в те годы. Нет, ветерок – это слишком похоже. Слишком похоже, брат. Видишь, я тяну тебя, я вытягиваю. Сара! Она сейчас уснёт, мне кажется. У неё же есть интернет. Ладно, ветерок исключаем, давай. Есть ещё 50 на 50. Да куда там уже не получится так всё? Не получится. Уже 25% оттяпали. Так, остались варианты – это егеря. И, ну, егеря на Старой Руси как-то маловероятно, я бы сказал. Ну, прикинь, почему нет? Идёт егерь, а у него пенис старый человек. О, вуй! Пенис егеря. Ну, тогда да, конечно. Ну, или сара, типа, ух, в нашем вуй там много. Сено сегодня запасливое. Или брат матери. Мама, вуй придёт на день рождения? Он говорит, вуй придёт на вуй на день рождения. Брат матери, дядька, дядька. Нет, ну... Интересно. Интересно, интересно. Ну, и сара интересный. Сарай интересный. Да. Нет, брать матери – это, конечно. Ну, конечно. Это, конечно. Всё ты знаешь. На кого ты учишься? На программиста. Тем более. Шаришь его и всё? Чуть-чуть, да, там. Ещё платить будут, будет вообще супер. А Windows можешь переустановить? Я... Сколько стоит переустановить Windows? Скажи мне. Я воспользовался... Ну, мне недавно понадобилась эта услуга. Я набираю переустановить Windows. А я ненавижу Windows. Я вообще Mac. Я люблю Mac. Но нужно было вот Windows переустановить. Я пишу в этом, как его... Как это сделать? Мне пишут, приедет мастер, отставь 50 рублей. Я думаю, да ладно. Да ладно. Думаю, классно. Звоню, я говорю, в тысячонку ложимся с драйверами. Я говорю, базара ноль. Приезжает поцик. 19 тысяч. 19? 19 косарей! Это вы попутали. Он говорит, нет, у вас тут надо переустановить. Там SSD я поменяю. Там SSD я пропаяю. Это будет пятёрка. Ну, вот давайте за 13. Короче, мы дободарились за пятёрку. Серьёзно? Лицензионную? Вот хрень, у него уже есть диск за 19? Ты как программист, скажи мне. Программист я бы сделал это за тысячу. И я ещё чая не попросил бы даже. Ты телефончик мне свой оставишь? Нет, серьёзно. Нет, серьёзно. Ты шаришь в этом? Нет, ну да, конечно. Ты можешь переустановить. Конечно. Короче, отошли мы от темы. Что там, сарай, брат матери или пупыска егеря? Да, но пупыска егеря, она меня немного смущает. По эстетическим признакам. И так сарай не смущает. Но и брат матери. Нет, брат матери, конечно, он такой. Понимаете? Я бы и да, если честно. Ну, давай, давай. Что я за братом матери? За братом матери? Всё верно. Молодец. Хорошо, хорошо. Пятый вопрос. Итак, для тебя, я думаю, это будет несложно. На пятый вопрос я лихо не подсказываю. Сам понимаешь. Чувство тревоги, безысходности, неудовлетворенности и... Т.П. Возникающее из-за невозможности достичь желаемого. Это похоже на слово стресс. Но, может быть, и другие слова могут быть. Тут нельзя не подсказать. Это психологический термин. Чувство тревоги. А можно повторить? Это вот лично мы проходили на психологии, когда это всё было связано с холериками, с ангвенниками. И вот эти все термины звучали. И это было одно из основополагающих. Мне кажется, я тебе хорошо подсказал, брат. Да. Это хорошая подсказка. Если бы там было слово холера, это было бы... Ну, холерики, сангвиники. Помнишь такое? Помню такое, да. А это слово, оно в обиходе... Ну, оно прямо в обиходе. Прям так у всех. Ну, вряд ли это депрессия. Нет, оно более такое... Как сказать, терминологичное, наверное, да? Там, если депрессия... Ну, депрессия, да, это чисто такое уже слово, как добрый день. Да, да. А это оно всё-таки психологии, но его юзают... Так, сейчас я подумаю. Запланировал ты что-то сегодня, и не получается. Какие-то планы другие. Ты из-за этого злишься, не дай, бесит. Ты немножечко... Понимаешь? Да, знакомый. Такая нервозность, да. Просто слова пропали. Тут надо всё одним словом. Это... Я бы сказал, что это... Сейчас я, секундочку, ещё немного... Побросайся психологическими терминами. Это anxiety по-английски, есть такое слово. По-русски это... Ну, сейчас найдём слова русские. Какие там ещё слова остались? Сара, есть какие-то слова ещё? Сара, такая вот у тебя уставший вид, ты заколебалась. Расскажи, что у тебя в голове? Я смотрю на тебя, вдалагу, думаю, вот они... Мы хотели с Илюхой поговорить, по-дружески постоять. Нет, пристало это. Шоу у него вопроса за бабосы. Есть такое? Да. Есть, да? У тебя замёрзла. Чего ты хочешь? А, ты замёрзла. Ну. У тебя есть капюшон. Да. Ну, одень ты капюшончик. Илюх, ну, что ты? Побраски дал бы ей свою шапку. Да, мог бы дать, конечно. А, вот, кстати, вот у неё сейчас как раз-таки может быть это состояние. Прикинь, у вас было по плану, вы шли, что-то балабасили о чём-то. А сейчас вот как раз-таки... И как раз-таки это слово. Раздражение, может быть, какое-то. Не раздражение. Не-не-не. Ну, всё, давай это самое. Всё, крест на мне ставится. Крест, да, крестик, крестик поставим на тему. Да. Ты не против? Я не против, это справедливо. Сколько мы уже минут снимаем тебя? Уже 24 минуты. Да ты что, серьёзно, ёшкинку. А нам представляешь? А я же мало чего вырезаю. А мне ещё нужно от четырёх окучить, представляешься. Фрустрация. Да, было такое слово, да. Вот у меня сейчас фрустрация. Это, конечно, да. Всё пошло не по плану. Он уже готов был сегодня сорвать бомжат деньжат. Да я бомжат могу, конечно, но... Давай прямо в перчик. Спасибо. Да, возьми его. Сар, ну ты это как его. Спасибо. Не мёрзни. Что за знакомое? До свидания, ребят. До свидания. До свидания. Мы не будем снимать? А? Будем снимать сейчас прямо? Кого снимать? Кого-нибудь. Кого-нибудь. Ты куда их отправил? Нападать на власти? Слушай, закон с 1 февраля вышел. О чём? Что нельзя в интернете? Нельзя ругать никого. И вообще никого нельзя ругать. Матом нельзя ругаться. А я и не ругаюсь. А ведь люди же ругаются. Что мне теперь нужно в монтаже всех запикивать? Всех приветствует Николай. Да, здравствуйте. Я участвовал в последнем выпуске. Колян взорвал выпуск. Если вы не видели выпуск предыдущий, посмотрите. Посмотрите вообще все Женины выпуски. Это огонь. Да ладно, там деньги все я потерялся. Я увидел вчера, только это шоу. Господи, это... Я куплю маловну сейчас, честно. Ну, не на весь касается. Всё, давай. А, Жень, можно? Ну, там же и по комментариям. Просто тогда... Или надо? Мы будем вырежем, да, если что? Как мы встретились? Что я тебе позвонил и попросил встретиться. Как? Ну, обрежем. Я люблю делать так, как есть. Да, мне тоже нравится. Это обрежем? Да, ну что, типа, и всё, и погнали. Я хочу всех предупредить. Дорогие друзья, как только вы это всё посмотрите, вы тут же залетаете на другой канал, который называется Еширяев. И там с Николаем у нас будет видео. Что там будет, мы будем... А что мы там будем делать? Давай не будем. Интрига, конечно. Интрига, интрига. Поэтому потом залезаем и... Вась-вась, тоси-боси, муси-пуси делаем. Ну, мы сейчас всех продолжим, да, наш разговор. Ну, про комментарии буквально два слова. Интересно будет. Пока ты не забыл? Ну, не пока не забыл, пока в тему твоих выпусков. Давай, давай, давай. Ребята, в комментариях после последнего выпуска Жени просто было супер, меня очень хвалили. Два комментария, мы не то, что там не задели, просто на них немножко. А можно? Не сейчас, но, что во-первых, запикаемся. Один мужчина написал мне, ну, по поводу того, что я сказал, что я балласт и хоть и против того, что происходит, но никого не ругая. Балласт? Ну, ничего не делала. Ну, ничего не делала. Позже сказал, что были не очень, но я не двигался по этому поводу. полос я считаю что в нашей стране капитально неправильное государственное устройство но ничего для этого не делаю чтобы это изменить поэтому я наверное лентяй паразит как считают ноги да и один мужчина выше игру типа лентяй ничего не делал дома хотя охоте против а и мужчина не напишет полстраны таких коль сидят и ничего идет я просто думаю что ты с такой гражданной активной гражданской позиции делаешь на развлекательном канале правильно и дик ли листовки то есть такая линия колян все только мне не пишут это и главное и главное женя мы же с тобой против наркотиков меня обвинили там нет я понимаю я понимаю как у меня мимика я как бы взрослый человек что я нюхаю какие-то наркотики в том выпуске не вне выпуске в самом естественно что по мимике но это ужасно точно против я против ты не могу сказать конечно про не только потому что это говорит гостина потому что я в силу своего опыта могу сказать что это ничему хорошему не ведет ведет только в тюрьму в тюрьме ничего хорошего но не будем а грустно это не грустно просто в тюрьме не очень хорошо в тюрьме очень весело кстати тем более ты был там да но как раз по нам будет дайте сейчас на я здесь мы там андрюха а для меня коли очень приятно я просто один можно я буду знать всех и в итоге эрюха андрюха да ну кто же очень милый красавчик да 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 конечно здравствуйте можно взять у вас веселое интервью нет спасибо ты видела серьезно серьезный дядя конечно какое интервью мудак иди работаю на ребят пока я не нашел того кого можно окучить ок кажется передумали вы к нам идете ой просто вы хотите поинтересоваться что за канал на канал называется как называется к забываю не гадет его не гадет его ничего все как дела замечательно отлично все хорошо что делаем сегодня вечером ну я буду собирать вещи домой все таки пора ехать да я приедешь к приезжаю в петербург насладиться красотой этого города а потом уже в москву где прикольнее москве или в екатеринбурге в петербурге я приезжаю в петербург сюда к вам насладиться к екатеринбурге нет я там еще не как вас зовут марьяна у меня запутали а как вас зовут анастасия вы вместе да я просто стеснялся спросить потому что вы очень похожи думаю час ляпну да а вы сестрички и будет неудобно правильно конечно я просто не карму вам подпортила бы я на взяли нет я еще не настолько продвинута я тут у меня есть блок в яндекс дзене и там есть такая кнопочка нас там написано карма я думаю карму попортить в яндекс дзене я шучу я добрая точно да вы тоже конечно это прекрасно семейная семейная доброта да почему изначально когда я вам предложил поучаствовать вы прошли мимо а потом все таки вернулись что в голове какие мысли нарисовались мы просто спешим погулять пока светло еще побывать летнем саду за те спас на крови у нас много мой михайловский дворец мы собираем замок замок а потом я думаю а почему с хорошими людьми не поговорить надо вернуться действительно как все скучно у вас будет поэтому нотку веселья сейчас я вам закину бонжур вы хотели что-то спросить я хочу понять понять в чем вы интервью посмотрите это же энтони хопкинс скажите пожалуйста на какую тему вы ведете беседу как вы вы прям поете а не говорите я вас очень прекрасно на тему на на все мы просто общаемся точно нет у вас очень хороший микрофон классный а а можно мы сейчас пообщаемся с девушками а потом с вами очень хочется пообщаться такой потому что я должен идти до делу и собственно если вы не против может быть все таки буквально три или четыре минуты вы уделите мне а потом дамам это не столь можно спросить сюда так неудобно барышня простите но мы хотели бы быстро надо ответить на какие-то вопросы да и мы просто побежали а вы хотите побежать сюда я разрыва разрываюсь можно вас сюда пожалуйста можно вас сюда я предлагаю сделать все вместе знаете как мы сделаем у меня шоу на ю тубе я задаю вопросы а за ответы правильно я плачу бабосы и мы сейчас сделаем такой battle среди вас я задаю вопрос кто первый на него ответит тот и грубо говоря получает балл а вопросов всего пять штук классно с огромным удовольствием класс как вас зовут михаил георгиевич в мои семьдесят два это энтони копкинс серьезно вы знаете энтони понятия ну ладно ну ладно итак дорогие дорогие друзья дорогие друзья сперва мне хотелось бы еще раз анастасия мариана мариана и и михаил георгиевич михаил георгиевич вопрос номер один кто убил дантеса господи дантес умер своей смертью это был неправильный вопрос кого убил дантес пушкина 11 потому что вы ответили абсолютно роса что он умер своей смертью первый вопрос это было неграмотно сыгранья абсолютно неправильно прочитал я очень плохо умею читать итак 11 вопрос номер два сильно обычно неприятный запах подождите я не знаю что со мной из-за волнения то что рядом стоит энтони хопкинс и опять неправильно прочитал вопрос сильно обычно приятный запах как это называется это кофе нет приятный нет как это называется что это аромат все верно 2121 21 21 я думал да я очень люблю запах кофе запах кофе он великолепен и так дорогие друзья сейчас будет музыкальный вопрос одну секундочку еще одну секундочку и еще одну секундочку поехали я знаю тайну одиночество его загадку и пророчество и сон который должен кончится красиво пугачёва женская но песню я не знаю единственному нежному бегу по полю снежному как счастье безмятежному но любовь успенской и тоской все верно 31 я пряди этой музыки не знаю и вот если плащика была я бы сказал под классикой подразумевает же милый русский роман шопен рахманин и и доходы и кеда кто угодно 31 итак дорогие друзья следующий вопрос следующий вопрос звучит следующим образом в первобытном обществе запрет налагаемый на какое-либо действие слова выражения и так далее как это называется это еще вариант обед нет тебя нет нельзя вот мы идем амигать нам нет нет четыре буквы в этом слове есть сейчас как-то не вспомню покидайте синонимы друзья и вы попадете в точку я больше чем уверен сейчас это крутится но сейчас есть такой фильм столом харди сериал знаете тома харди и обожаю тома харди сериал столом харди он так и называют знаю но актера знаю итак подсказка бешеная четыре буквы в конце бу итак в этой рубрике у нас есть победители этого вы не поддержите колбаску пока сюда если хотите вы можете что-нибудь сказать пока нашим зрителям ну что я хочу сказать нашим замечательным зрителям мы находимся недалеко у храма на крови храм на крови это прекрасное произведение искусства и вместе с тем православная святыня можно мы быстренько попрощаемся с нашими участниками до свидания всего доброго как говорится пуэрто марта терресита петербург не только красивая но очень приятный город тем более до свидания до свидания извините что я отобрал у вас просто поймите я человек все-таки старых таких русских традиций и поэтому некоторых современных песен там я могу их не знать но поймите правильно что и в искусстве и в науке и в культуре есть знания фундаментальные есть прикладные поэтому некоторые вопросы они касались прикладного искусства а если есть знания феноменальны фундаментальные феноменальны феноменальны я знаю слова и все на жены феноменальные текст или экстра ординар это то что мы импровизируем то что главное чтобы не пероральный аж это гадость вопрос почему у вас такой интересный вид значит такое такое это казаческая это называется кубанка кубанка со звездой андрея первозванного звезда андрея первозванного носили все гвардейские полки русской армии они кокарды не носили и вы даже не смотрели кино джо блэк не смотрел и не знаю а там знаете кто играет почти в главной роли понятия не вы ну вы там играете одно лицо может быть одно лицо может быть я никогда не видел этого фильма и даже не знал его существования вот ну вот я вам ответил на вопрос это звезда андрея первозванного на кубанской папахе кум папаха кубанского образца а почему в таком стиле потому что я казачий офицер я казачий полковник я прошел две войны при днестровье и новороссии я знал мозгового и новороссия просить мозгового не знаю за невежество что это за войны такие новороссия на самом деле это название которое было придумано екатериной второй в каком веке это была война и нет но война то была последняя в 2014 году вы прям воевали стрелков мозговой вы воевали до конец кем не знаю я показываю вам вот я воевал это подпись игоря ивановича стрелкова и уж кентакот его прям стреляли из из столета по кому да какая разница под человеком понимаете я вам правильно понимаю что вы убивали людей удивительную вещь было делать вот у льва николаевича толстого в романе в романов не помню в каких сидят два офицера в петербурге и говорят то есть русское отношение к войне она не пацифистская играет скучно господа а не поехать ли нам с вами на какую-нибудь войну вот это русский национальный такой глубинный взгляд на войну и мир среднестатистического русского офицера не николай ли это был наташин то брат но николай какой николай палч вы имеете ввиду николай палч это николай палч это был николай первый вот нет да да вот что-то уж мы слишком любил пушкин александра третьего александра первого пушкин не любил они шага очень любил также николай второй а он не мог знать николая второго николай второй родился позже вы не поймали меня потому что я стал николай второй родился действительно я не поймал то есть а вот николай первого он любил и почему у пушкина разные стихи от царях разные потому что александра первого не любил а николай первого он любил вот так если по пушки так то если да ну спасибо большое злоу приятно с вами познакомиться до общаться благодарю вам поэтому хорошего вам желаю вам счастья и вам того же ваше внимание трудно ваше внимание а хорошо какие красивые дамы господи здравствуйте красивые девушки как хочется с вами пообщаться вы любите общаться да серьезно давайте отойдем сторонку чтобы никто нас не задел отвлекал провокационные вопросы свободны что 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 нужно провокационные вопросы все все хорошо девушки как звать величать я не а я на я нет а не я на а не я на а не я на о чем охота поля лякать вообще театралки вы театралки где вы учитесь в какой путяги я на оперную певицу она нам театрального менеджера на бой так сейчас меня посмотрят в академии на оперную певицу можно что нибудь забубенить нет как жалко только за бабосики вас оператор симпатичный у вас глаза проникновенные зато кто симпатичный он да оператор глаза такие мудрые у я вообще не может заговаривают а потом в конце россия будет свободно я же как я же как и что вы делаете же до общаемся с людьми ходим знакомим сейчас такой был интересный мужик знаешь кто фанты не hopkins значит так все хватит для лякать по без фанта пранки чушь эту мне не надо пранки не пранки так 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 ищешь ковбой себе нет вот тебе оператор понравился а у меня всего лишь мудрые глаза наверное я умный все знают что я не особо умный что я недалекий итак вопрос номер один достает кто будет участвовать из вас а какая тема тема так так хочу ты сразу за меня это на эрудицию на смекалку на что на смекалова просто если ответите правильно получите денег все поэтому дайте как вот именно что если нет то будут тут я не проверяю знания мне все равно я сам три класса закончил только тем более все верно по мне видно я глупый три класса образования у меня ни для кого не секрет даже читать вот еле-еле эти буквы даже не понимаю все расплывается вопрос первый тебе поехали в каком году хрущев развалилась ссср хрущев не развалилась ссср слушать его больше что путать это меня на но ты горбачев развалилась ссср причем тут хрущев ты в каком году тебе сколько годик я 22 22 годика а тебе 20 лет мне все верно второй вопрос первоначально так называлось письмо посылай ему е с курьером в экстренных случаях яндекс еды что вот смотрите господа господа дамы еще не было слову почты еще не было слово телеграм но уже вот это отправляли нет нет ну мы знаем что так расстроена что не под вопрос дыхану горбачева знаешь красава он меня вот позвоните кому-нибудь позвоните да что я вообще не понимаю вопрос можно конструкции нет так называлась раньше синоним дайте слове почта почта пас нет телеграф телеграф но это позже такого слова ой а материться прикинь нельзя я с первого февраля кстати был вопрос про похмелья сегодня знаете я иногда думаю что мы все равно все умрем поэтому это зачем да я не знала гости но им слова почта ладно подсказка бешеная в конце шо серьезнее быть не может той думай ты такая вот сегодня красивая в этом прекрасном пальце отвернулся от камеры даже не знаю заскок вот вы понимаете конечно бог такое первое буква буква д дыша ну какая душа 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 так словно звали нет 1 до куда идете сейчас мы никуда мы к вам шли нет металли менеджер мы идем маринский театр зачем он сегодня опера монум леском какая скукотище что там будет почему это не скукотище это очень динамичный оперативеризм джак муки слов не знаю а вот мы с дыша тоже не знаю дыша да подожди дыша я знаю тут дыша а вы нам зубы любовь успенс купил недавно красиво к единственному нежному бегу по полю снежному где явно не знаете слова это скажите где пеша нет я не знала честно это нас надо уже яйцами да все пока 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 все пока до свидания до свидания bye bye go go мучили меня секты не ли меня сколько прошло время соком и снимаем 8 минут на паузу нажмем погреемся у нас канальчик даже канальчик есть смотришь youtube чик а чё за канал все время забываю как называется негодяй тв негодяй тв так как зовут тебя илья ильюха отец сколько годов то 29 как дела то вообще так нормально сойдет куда идешь до по питеру гуляем просто с москвы приехали слушаем нас уже тут были одни с москвы приехали но все живые нормально все в порядке очень довольны остались нашему общению понял какие смысле сейчас мы будем с тобой творить но не знаю можно пранкануть как ты хотел бы сейчас пранкануться можно знаю как давидыч там присесть тысячи раз лежаться 2 миллиона раз вы сейчас приседать но сейчас не на готов после вас я не буду мне не охота вообще я думал за и на все будет так это какие-то конкретные вопросы есть вас я думал что есть там аналитика мы только начали вести канал я особо некомпетентный блогер я не знаю какие там обычно вопросы то задают какие задать если ты ютубчик юзаешь что там делают обычно но че спрашивают по не знаю сейчас еще в тренде чтобы ты сказал президент если увидел его какому нашему а че у нас еще пока президент но типа это у нас уже парламент я просто еще не может быть но есть ну чё бы ты сказал бы этого президента я бы сказал наверное как шнуров хватит о чем должен что-то хапает не обнуляется что значит обнуляется но обнулился как у меня не слышали в этом году обнулился короче ладно ребят это я думал очень спросите интересно или есть и заготовлены первый вопрос что произошло на чудском озере в 1242 году ледовое побоище старину предводитель казацкого войска скажи мне правду гитлер следующий музыкальная сейчас я короче буду пить и должен угадать что это за музон ты не слышишь что у меня в наушниках нет точно не слышишь поехали сейчас меня припев пока окей давай о лошадь сейчас подогади бы где ща буду петь что именем писяцент чё-то такое Четко я на английском, да? Наверное Я английский вообще четко знаю Это стэн, конечно, стэн, ребята Я вообще так английский юзаю конкретно Вот это все, да, 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 все понял Нормально, да? Да, да, да Чувствуешь, да, кто здесь? Нормально, вот что-то было Четвертый вопрос Традиционное японское искусство складывания фигурок из бумаги Блин, я Рэм что-то знал, короткое название там какое-то Да не такое уж, но и короткое Такие до что-то, нет? Нет Я не знаю, как подсказать Андрюха, ты знаешь, ты вообще знаешь, как это? Я просто, может быть, знаю ответ, но не факт, что это ООН, как бы Поэтому я не знаю, как подсказать Вот японское, вот это вот, японское, брат Ну, нет, не вспомню, точно А, О, О А, тогда я знаю, что-то, да А, ОРАМИ? Потому что ты последний. Мы замерзли. Мы уже час снимаем. В представлении алхимиков лекарства... Это последний вопрос. Так. В представлении алхимиков лекарства, исцеляющие от всех болезней. Мед. Средство, избавляющее от всех зол. Ответ есть. Так, от всех зол, зол... Это прям как такая цитата. А, не, алхимики же. От всех зол. Все-таки алхимики. Ну, колдуны проклятые. Ну, типа, да. Но они все равно, как бы, химики. Ну, поэтому, да. И есть вот, типа, средства от всех зол. Да это не лекарство. Это так называют, как я не знаю. А какой, может, какой-то? А? Акоголь? Да нет. Наоборот. Ну, лекарства... Это чувство вообще какие-то, что ли? Другое. Это лекарства от всех болезней. Будто бы лекарства от всех зол. Эти, те же алхимики, они хотели что? Те же алхимики хотели придумать лекарства от всех болезней. Вот просто, чтобы все было чики-пуки. И вот это, этим словом они это называли. Мы хотим создать... А-а-э-ю. А-а-э-ю. Это эпопея? А? Эпопея? Нет, не эпопея. Ты же вообще прям произнес. Ну да, я принес это слово. Ее. Не знаю, какую-то магию. Панацею. Панацею. Ну и эпопея. В общем, получилось тебе сорвать бабосиков. А что, деньги должны были дать? Пятерку. Съедрен батон. Надо развивать иродиться. Тыщи, тыщи. Тыщи, тыщи. Не, ну все равно неплохо. Надо иродиться развивать. Пятерку буду раздавать, когда у меня будет хотя бы полмиллиона подписчиков. Сейчас сколько? Всего лишь... Сколько там? Сто с чем-то тысяч. Нифига нормально. Поэтому пока тыщенка, братан. Но ты, к сожалению, не победил. Где тысяча, там и миллион. Где тысяча, там и миллион. Какая тысяча? Ну, где тысяча, там сто тысяч подписчиков. Где сто тысяч подписчиков, там и миллион. Да, базарич. Есть такой блогер этот в США. Он начинал вообще с нулей. Он каждый день видео снимал. Каждый день, день за днем. Крис какой-то, да? Да, да, да. Он ради семьи это все сделал. Привет. Как там тебя? Американец. Хай, мы скоро уедем к вам в Америку. Ну да. В Пи... В России. Нельзя ругаться в Ютубе теперь. Придется запекать сейчас. Какая-то бабушка с интервью хочешь здесь. Мне кажется, она Пятеру выиграет. Нет, Касарь, ладно. Все, братишка, давай. Приятно было познакомиться. Все, ждем Москве. Подруга сказала, вот он. Вот у нее фрустрация сейчас. Они запланировали сегодня прогулку по Питеру. Нет, он трепещет с этими блогерами. Передавая привет. Ну а там нельзя к себе ругаться. Раз первого февраля, прикинь. Нельзя ругаться в Петербурге. Не, вообще в Петербурге как-то неохота. Даже другая энергетика здесь. Приехали? Серьезно? Все добрые какие-то. Ну ладно, ребят, удачи вам лайки ставьте друзьям. Ладно, ставьте лайки. Негодяй ТВ называется наш брат. Смотри. Как? Негодяй ТВ, братик. Напомню. Давай. Так. Вот, эти руки, видели? Они замерзли. Андрюха, Андрюха, иди сюда. Вот, Андрюха. Андрюха, Андрюха тоже замерз. Мы замерзли. Мы замерзли. Ставьте лайкосы. Подписывайтесь на канал. Сейчас с Коляном. Колян уже ждет. Он, Колян. Колян ждет. Мы сейчас еще продолжим. Мы его сейчас снимем. Будем снимать. У меня уже заболевает музык. Пишите комментарии. Если вы, знаете, только новенькие владельцы Ютуба и не понимаете, как все делать, подписываемся. Чтобы видео выходило, ставьте колокола. Микрофон здесь. А, точно, микрофон здесь. Комментарий. В комментарии пишем «Эжевичка, тыковка. Все мило сегодня». Сначала написали «приятные оскорбления мне», а потом «Эжевичка, тыковка». Пока. Колян, ну что, давай. Какие причины у вас жалоба? К человеку у вас. К своей. На канал Ешеляев и продолжение банкета. Обязательно. Обязательно. Вы сразу туда переходите. Все, давайте. Давайте, ребята. Йоу. Йоу. У-ху. 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 У-у. 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 Субтитры сделал DimaTorzok